Программа Ольги Журавлёвой «Одно». Здравствуйте. Вместе со звукорежиссёром Василием Антиповым проведём с вами ближайший час. Василий Антипов уже мне доложил о своём опыте. Сейчас будете докладывать вы, я надеюсь. Поговорить я захотела вот о каком опыте. Опыт каких-то травм или, ну, такого заведомо дурацкого, скажем, вида, если там какая-то авария произошла с одеждой или ещё что-нибудь. То есть травмы, которые невозможно скрыть, ну, или очень трудно скрыть. Это как большой синяк под глазом, там, я не знаю, выбитый зуб или ещё что-то в этом роде. Иногда, кстати, это имеет вполне такое скромное объяснение. Люди, которые сталкиваются с такой проблемой, они иногда придумывают дополнительные. Так как я в Фейсбуке уже запустила обсуждение, то были удивительные всякие истории рассказаны, в том числе одна из моих подруг рассказала о том, что когда у неё дочь была с таким, ну, в общем, с некоторыми проблемами в детстве, в раннем, в грудном ещё возрасте, и она была вынуждена её выгуливать, выводить в гипсе, то очень долго пыталась отвечать серьёзно и, как бы, правдиво на вопросы, что, собственно, с ребёночком, что там за проблемы и так далее. А потом это настолько её достало, что она какой-то из спрашивающих ответила, что мы в Большом театре, в школе при Большом театре, мы растяжку делаем. А вы разве не делаете? Ответ, я считаю, гениальный. И главное, что сочувствующая бабушка сразу же получила массу информации для размышления. Есть и масса других историй. Вот, например, Ксения Василашвили вспоминает, что её замечательный папа, когда учился ещё только в студии МХАТа, боролся с застенчивостью при помощи дурацкого вида. Он надевал заведомо какой-то чудной костюм и просто ходил по улицам, чтобы выдержать вот это вот постоянное внимание совершенно незнакомых людей. Ну, это тоже, я скажу, жизненный опыт. А толчком послужила история, статья, которую опубликовала в интернете, я вот случайно наткнулась, опубликовала девушку, у которой был, в общем, такой достаточно радикальный случай. Она, будучи живой и такой, как сказать, энергичной и очаровательной девушкой, в результате всяких медицинских манипуляций и там всяких проблем со здоровьем, лишилась переднего зуба. То есть это настолько очевидно, что прям деваться некуда, вот первый зуб, и не могла его восстановить в течение достаточно долгого времени из-за того, что надо было ещё там лечиться какое-то время. И вот она переходила все стадии житья с этой проблемой. Сначала стеснялась, вообще не выходила, там рыдала, мучилась, потом стала как-то пытаться скрывать это, не улыбаться, там меньше разговаривать и что-то ещё такое. А в конце концов она просто привыкла к тому, что вот, да, у неё вот такая вот особенность. И даже как-то легко, в общем, дальше сосуществовала с этим. Всякие удивительные, там, случайно полученные травмы, неудачно зашитые шрамы прямо на лице, там ещё что-нибудь. Как вы с этим жили? Кто долго, кто недолго? У меня несколько моих знакомых написали о том, что молодой и, в общем, вполне энергичной и бодрой женщине выйти на люди с палочкой или с ходунками, более того, это тоже серьёзное испытание. Но тоже травма, там, не знаю, там, мениск, колено, всё что угодно. И какое-то время надо ходить так. Ну, мало того, что тяжело, в смысле физически тяжело в общественном транспорте, но и просто вот почему-то человек стесняется этого. Ну, стыдно быть вот таким, вроде бы, как-то это не характерно. Вот такого рода истории я хочу от вас услышать. Как вы преодолевали, что отвечали? Вот это самое важное, потому что иногда можно как-то набить себе цену, отвечая на какой-то вопрос, там, где, дескать, что это с тобой и так далее. Иногда можно заинтриговать, а иногда можно как-то, не знаю, перевести себя в другую категорию и сменить имидж. Ну, кстати говоря, в последнее время я, например, очень часто встречаю людей с довольно такими серьёзными травмами к ужинам, но это совершенно очевидно связано с тем, что люди засыпают на солнце и обгорают просто до хрустящей корочки. И вот в метро едет человек, который пунцовый настолько, что его видно из другого конца вагона. Наверное, тоже тяжело, потому что привлекает к себе внимание. Номер для связи, как всегда, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять, твиттер-аккаунт вызван и так далее. Телефоны, естественно, напомню, как только начну снимать. Да, Стас Путильцев из Курска, я вас тоже приветствую, вижу ваше сообщение. Вован из Саратова на любые внешние повреждения один ответ – бандитская пуля. Ой, вы знаете, вот в детстве, когда всякие травмы были в ходу, это просто было самое такое распространённое. Даже никому не интересно было, где ты эту коленку разодрал, садил нос там или посадил шишку на лоб. А, у меня, кстати говоря, была такая травма, с которой вышла не очень ловко, потому что меня пёс мой, наш прекрасный овчар, который у нас был очень дружелюбный и такой, я бы сказала, душа парень, он меня встретил, когда я возвращалась в художественную школу, он уже гулял там как раз по пути моего следования. Он меня увидел издали, так обрадовался и разбил мне нос, причём очень сильно. У меня вообще редко кровь из носа идёт, по-моему, два раза в жизни всего это и было. Но тут просто было невероятно, и ладно, ещё разбил в кровь нос, но на следующий день у меня появилась горбинка, и я имела совершенно необычный вид. А в школу же надо идти. И главное, не ляпнуть чего-нибудь такого, чтобы не заподозрили, что у меня там дома какие-то большие проблемы. Один раз меня кошка деранула по лицу, тоже довольно прилично. И мне тоже родители сказали, ты там в школе такой аккуратней объясняешь, что с тобой произошло. Григорий пишет, у меня была операция, на лбу какая-то дрянь вспухла, остался шрам. Когда снимали швы, я сказал врачу, что как же так, это же теперь шрам на всю жизнь. Он на гриву процитировал шрам наружу украшения грубых мужчин, и я успокоился. Григорий, вы знаете, некоторые женщины тоже спокойно относятся к достаточно грубым шрамам, но не все. Опять же, была история, которую мне рассказывала одна моя приятельница. Она женщина очень такая изящная, интеллигентная и просто хрупкая чисто внешне. И вот так случилось, что она, поспешая к телефону по длинному коридору в квартире, разбила лицо очень здорово. И долгое время ходила с огромнейшим синяком. Но это было очень давно. И когда она пришла отоваривать талоны на водку, а было у нас такое тоже развлечение в нашей стране, очередь отнеслась к ней очень сочувственно. И даже пытались ее пропустить без очереди, потому что если такую малютку кто-то так воспитывает, то уж если она водку не принесет, то вообще неизвестно, что с ней будет. Так. Я собираю волю в кулак и иду в люди. Потом расслабляюсь, пишет нам Евгений из Алтайского края. Ну да. Есть просто люди, для которых какие-то виды травм, ну тот же подбитый глаз, там ссадина, еще что-то такое, даже выбитый зуб, они, в общем, выглядят органично. Ну, просто вот такой стиль, да. Там человек выглядит, я не знаю, спортсменом или каким-нибудь немножко асоциальным, или таким, что называется, крутым. Поэтому как-то вот разбитый нос или еще что-нибудь. Кстати, от разбитого носа, когда сломан нос, от него синяк замечательный. Он остается еще месяца полтора, по-моему. И он сначала такой довольно темный с двух сторон, а потом такой желтоватенький. И каждый раз вот эти вот все цвета радуги, они, конечно, привлекают внимание. Так. Сейчас если с фенгалом, да еще если не бритый, все сразу подумают, что алкаш напился, подрался, не будешь же объяснять, что на тренировке. Вот-вот, Евгений, я именно об этом и говорю. А есть люди, для которых синяк настолько, ну, вообще невозможен. Вот идет там шейка тоненькая, очечки, и при этом подбитый глаз. Совершенно очевидно, что какая-то просто трагедия случилась с человеком. Так. Анастасия пишет. Здравствуйте. У меня шрам на брови. Очень переживала. Но пудра и тональный крем все прекрасно маскируют. Да, Анастасия, я подумала, что какие-то не очень страшные вещи женщины имеют массу возможностей маскировать. Мы с вами довольно часто встречаем в метро и во всяких прочих местах, где нет естественного освещения, встречаем людей в темных очках. Я всегда думаю, господи, что же они видят это, как они с трудом перемещаются. А потом я думаю, а мало ли, может, у него гуля огромная на глазу, и ему так удобнее или ей. А что касается грима, есть еще один нюанс. Когда мужчина появляется, очевидно, загримированный на улицу, он привлекает гораздо больше внимания, чем мужчина с синяком. Поэтому, например, вот Виктор Шендерович не устает требовать от нас после телевизионного эфира обязательно каких-то спецсредств для снятия грима, потому что пудрит обычно, что мужчина, что женщина обязательно пудрит перед эфиром, потому что стоят осветительные приборы и все такое. Он просто опасается выходить в недомытом виде после телевидения. А на телевидении вообще укладется грим довольно плотный, особенно если там делается большая передача. И когда при дневном свете встречаешь мужчину, у которого такой слой тональника на лице, то, конечно, это тоже вызывает вопросы. Очень забавно выглядит сливка на носу, как будто алкоголик. Стас, я думаю, что вы имеете в виду сливку, которую делают двумя пальцами. Да, ничего забавного не нахожу. О, Ильхам из Казани пишет. Мама на той неделе в больницу с инсультом попала и нарушилась речь. Сейчас я заметила, что она стесняется разговаривать. Не знаю, как ей помочь. Ильхам, надо заниматься. Причем даже есть специальные занятия просто. Надо постоянно разговаривать. Нужно проконсультироваться с неврологом по этому поводу. Я как-то сидела в очереди в больнице на какую-то процедуру. И слышала, как в одной из палат кто-то в течение 10 или 15 минут непрерывно разговаривает с человеком, который ему не отвечает. И потом я поняла, что это тот самый сеанс попытки восстановить речь. Женщина пела, рассказывала какие-то истории, все время задавала какие-то вопросы. То есть это совершенно отдельная медицинская проблема. И поэтому помимо стеснения есть еще некоторые вещи, которые, конечно, надо преодолевать с помощью хороших медиков. Несколько раз, пишет Виктор, отмораживал уши и ходил с совершенно дурацкими лопухами. Виктор, да-да-да, помню, помню, бывает ужасно. В зеркале это выглядело очень смешно. Но ходил, как ни в чем не бывало. Я обычно успокаиваю себя тем, что обычно большинству глубоко плевать на чужой вид. Если им плевать, то значит и мне плевать. Виктор, я соглашусь с вами, что, в принципе, конечно, людям безразлично, если у вас уши как лопухи. Но бывают такие ситуации, когда люди начинают тебя сторониться из-за того, как ты выглядишь. Не будешь же каждому объяснять, что вот этот солнечный ожог или просто термический ожог, они непременно подумают, что у тебя какая-нибудь заразная гадость. Не будешь объяснять там подробности, что вот споткнулся, там, значит, ударился лицом или там еще что-нибудь. А люди думают, вот, драчун, хулиган, пьяница. Так. Алексей пишет. У меня гидроцефалия. На затылке стоит помпа, соответственно, выпуклость. В парикмахерской интересуется иногда, мол, что это у вас? Отвечаю честно. Уже не напрягает. Алексей, ну, это правильно, что как бы нужно просто привыкнуть к какой-то вещи, и ничего нового-то все равно не произойдет. Так. Но дело все в том, что есть ситуации, когда честно отвечать человек устает. Вот как в случае с моей подругой и ребенком, когда просто уже утомляет все выслушивать версии, истории. А вот у меня у знакомых было так, а вот это было из-за этого, а вот вы там сходите к батюшке или еще что-нибудь. Иногда люди придумывают какие-то невероятно остроумные ответы, которые сразу снимают все возможные варианты. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, какой-то был вариант ответа, но не помню, не про похищение инопланетян, но какой-то такой интересный. Однажды утром, когда я крепко спала, пишет нам Лена, мой любимый котик, утирая другого моего любимого котика, пробежал по моему носу. Я ушла на больничный, ибо сидеть на приеме с врачом с багровой огромной царапиной на носу было очень неуютно. Лена, понимаю. А вы знаете, ведь есть еще разные виды работ. Например, ну хорошо там научился особо не светить лицом, если у тебя там какая-то с зубами проблема или еще что-то такое. А если тебе нужно делать презентации, вести переговоры, выступать с трибуны, если ты, например, лектор, который читает лекции, большая аудитория, и в конце концов есть ты какой-нибудь артист, то тут, конечно, все совсем иначе. Так, вот, кстати, Вован из Саратова или Хаму из Казани, попробуйте, чтобы ваша мама попробовала петь, а потом и речь восстановится, петь, как разговаривать. Да, это тоже один из способов, Вован, но я все-таки советую сначала с неврологом немножко пообщаться, просто какого масштаба могут быть последствия и какие упражнения порекомендуют специалисты. Так, Ольга пишет. Была ситуация, когда мне на следующий день надо было выходить на новую работу, а вечером накануне маленький сын случайно задел меня твердой игрушкой. Удар пришелся по скуле, образовался хороший синяк. Было не очень ловко, закрывало щеку длинными волосами несколько дней. Да, Ольга, вы знаете, у меня у мамы была такая, в общем, трагикомическая история, потому что, когда меня положили в больницу вырезать гланды, а тогда это была целая проблема, на 6 дней клали гланды, аденоиды, все вот это вот. И она как-то из сочувствия, из поддержки мне, она решила пойти зубами. Там была какая-то проблема, тоже удалить, что ли, зуб или что-то такое. Ну, я-то через 6 дней вернулась здоровенькая. У меня, в общем, только легкое покашливание осталось от всего перенесенного. А она, бедняга, ходила еще долгое время, прикрывая щеку шарфом, потому что у нее жуткий синяк был снаружи, всего лишь от удаления зуба. Ну, правда, еще шов пришлось накладывать на то место, откуда зуб удаляли. То есть, это была прямо жуткая история. В косметологии последние 10 лет практикуется мезотерапия. Она без синяков на лице не бывает. Так что, если рост мелких синяков, все ясно. Женщина следит за собой. Недавно в палатке в деревне покупала помидоры, а продавщица в маске медицинской. Вот, думаю, бережет покупателя, чтобы инфекцией не заразить. А оказалась мезотерапия. Да, Ната, это, в общем, знакомая история. Просто, когда делается серия уколов непосредственно в лицо, то далеко не всегда удается не попасть в сосуд. Поэтому, да, мелкие синячки такие, это, в общем... Ну, опять же, женщина, которая не в деревне там и не в каких-то... Не по грибы пошла, а она, в общем, может приложить определенные усилия, чтобы эти синяки закрасить. Но будет толсто. Это правда. Евгений пишет еще западло, когда герпес на губе вскакивает. Если вовремя не намазал, то вместо губы вареник обеспечен. Евгений, ну, это все-таки штука такая. Ее надо лечить специальными средствами, потому что она еще и заразная, к сожалению. Так, зимой из-за сильного мороза все лицо бывает красное, как у Деда Мороза, пишет Стас. Вы знаете, есть просто еще разные реакции. У меня вот тоже был какой-то период, когда мне совершенно невозможно было спокойно снять грим с лица. Я пыталась, чтобы не ходить по улице такой нарядной, пыталась снимать грим перед выходом с работы. И становилось еще хуже, потому что одно дело, когда ты, значит, это все там аккуратными салфеточками что-то такое убираешь, и спустя несколько секунд все лицо покрывалось ярко-красными пятнами. Зрелище то еще. Я стала уходить в гриппе и снимать его уже дома. Но потом, к счастью, это прошло. Так, Вован Щербатый пишет. Да, Вован, брекеты – это тоже отдельная история, потому что обычно их все-таки ставят не всегда взрослые люди, а все-таки в первую очередь люди, у которых только-только обосновались постоянные зубы. И как раз брекетов, ну, таких классических с металлом снаружи, стесняются еще больше, чем кривых зубов. Но тоже можно привыкнуть. Мужественные люди привыкают. Сегодня не про некрофилию, а про увечья. Прогресс журавлевый. Слушайте, как вы мне нравитесь. Я вас даже в черный список не буду отправлять, вы очень остроумны. Так. Я пострадала от жидкости пронто. Натерла ею пол, и когда бежала к телефону, въехала в косяк двери. Синяк под глазом. А я должна была идти на свадьбу. Не пошла, никто не верил в правде. Я ничего не стала объяснять. Просто стала носить темные очки. А дело было зимой, пишет Флора. Вот. Абсолютно классический случай. Кстати говоря, да, это, конечно, тема принятия себя. Вы совершенно справедливые. С Кенигсберга нам это замечаете. Но есть еще такой момент, когда речь идет даже не о травме, а о какой-то случайной аварии в одежде. Ну, бывает забывчивость. Я, по-моему, уже рассказывала, да, когда девушка пошла выносить мусор, а мусорка была вне дома. И уже на улице обнаружила, что на ней надет только фартук кухонный. Ну, то есть там какие-то колготки, какая-то там, не знаю, майка. А фартук, он, в общем, не целиком закрывал девушку. Ну, и, конечно, классическая, опять же, история, когда человек зимой, например, приходит. Это только с женщинами. Бывает, все надел, юбку забыл. Бывает. Так. В детстве у меня было очаговое облысение. Я не стеснялся. А парикмахеры спрашивали, что это. Я отвечала, лишай. Прекрасный хам. Хороший ответ. Он, кстати, тоже заразный, инфекционное заболевание. Так. Почему все зовут тебя молния? Видишь этот брутальный шрам на шее, да? Я получил его, когда застегивал пуховик. Слушайте, а вот это, кстати, тоже классический поворот темы. Некоторые шрамы хочется, или там, увечья хочется объяснить чем-то более романтическим, чем это было на самом деле. Не на ножницы село, а что-нибудь более интересное. И не поскользнулось, когда мыло пол и ударилось, не дай бог, о батарею. А что-то все-таки интересное. Брекеты, это да, пишут нам. Два года позора и стыда. И ура, ровная улыбка. Вы знаете, не обязательно позора и стыда. Но вообще это все равно неудобно. У меня вот у дочери были. Это такая адская катавасия. Исправление прикуса. Ужас. Евгения Испенса, которому вы помните, мы выбирали имя для дочери. Так вот, пишет, что сейчас месяца полтора уже Малюся начала держать головку. Но еще нет-нет, мотыляет ею. Иногда так залепит по носу, но не до синяков. Вот, кстати, тоже. Пойди объясни, откуда у тебя нос такой. На мороз надо выходить на пудров лицо, сообщает Мара. Мара, вот представьте, что Вован наподрила лицо. Или Стас Путильцев, который нам писал про мороз красный нос. Еще неизвестно, что будет лучше. Красное лицо или всякое такое. Так, Ольга из Тулы пишет. У меня часто вскакивают герпетические пузырьки на глазном веке. А все время на левом. И вот пока это все заживает, получается некая отечность, потом желтизна, как проходящий синяк. Я, когда в самом кризисе, стараюсь на улицу не выходить. Но вечно дома все эти возможности нет, поэтому я сильно не зацикливаюсь. Так больше всего переживает мой муж. Вдруг кто подумает, что это я так приложил? Да, Ольга, первое, что приходит в голову, когда у женщины на лице синяк, что это ее муж приложил. Вот тут ничего не поделаешь. Так, лучше у шрама, чем облысение. Слушайте, все бывает в жизни. Бывает, что, простите, брюки лопнули в ответственный момент на пятой точке. И что делать? Ни шрам, ни облысение, но неприятно, если, например, на приеме или на фуршете, где сесть нельзя. Кстати, что в таких ситуациях делали? Так, последние 20 лет хожу со стрижкой ирокез. И никому давно ничего не объясняю. Ни про академическое музыкальное образование, ни про пение в церковном хоре. А самое сложное было, когда порвал нос при падении во время велотренировки. Все, кому не лень, выдумывали, как это произошло. Один утверждал, что эта собака его откусила. Ну, Игорь, действительно, богатая у вас биография. Так, а что у нас почему-то наш дорогой оператор не активируется? Я вот сижу, жду, думаю, как же так с телефонами-то сложилось? Ну, я надеюсь, сейчас с ним будет хорошо все. Василий, посмотри. Сейчас будет, да? Да, я переоткрою, хорошо. Регулярно выгляжу, как крутой асоциальный спортсмен-алкаш. Повреждения связаны как с профессиональной деятельностью строительства, так и с собственной лихостью. Типа отпечатка четырех кошачьих клыков на ноге или отсутствие клочка мяса после падения с мотоцикла. Шрамы – это прижизненный опыт. Или воспоминания о веселых приключениях, запечатленные на теле. Пишет нам Балда из Казани. Ну, вы сами так подписались, я совершенно не хочу никого обидеть. Нет, у меня не активируется оператор Василий. Я буду продолжать пробовать. Закрыла, открыла, все так же, все те же, все в том же месте. О, ура, заработало. Прекрасно, у нас есть еще несколько минут. Три-шесть-три-три-шесть-пять-девять. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте, я Ольга из Подмосковья. Очень приятно. У меня такая очень короткая история про резкий такой, неожиданный эффект в одежде. В общем, где-то я на велосипеде, и гора такая довольно высокая и крутая, и все изливается, и там машины здесь, и стрели, и ямы на дороге. И меня вдруг отказывают тормозать, и резьми, и все. А до этого мне как раз муж научил в такой ситуации, выворачиваю руль и падаю сразу, потом будет хуже. А что я сделала? Вывернула руль и упала. Ну, это так же, и села быстренько. И обрадовалась, что все-таки села, значит, позвоночник села, потому что это, кстати, так сказать только легко, на самом деле это было. Угу. Вот. А потом, думаю, надо все-таки на ноги встать. Ну, а щуплю сюда, руки села, ноги села. Вот. И не надо на ноги встать. И хотя бы ноги села, потому что знаю, что может быть какой-нибудь сок, и просто боли, не тушь, если. Угу. Мало ли что. А на мне были, вот, помните, такие бревенты и грызги, замечательные бревенты и грызги такие. Угу. Вот. Я встала на ноги, и с ногами все в порядке. Только вот мужчины на другой стороне дороги с большим интересным на меня смотрят. Я опускаю глаза, а у меня грызги, и все, что падение, они там вот, на дороге. Вот. Да, а это, кстати, меня спасло, потому что в речке сцепились с дорогой, и я просто вела вот в этот тоннель, но я села, и позже осталась села. Вот. А еще перед глазами прилетела какая-то вот гайка, и мне сказал, помни, сцепет развалился, там, в мгновенном мысли, пронеслась, думаю, ну, спортсменом, велосипедом главный вроде, и я жива. А это было стыдовик-то от брюк. Ага. Понятно. Я осталась вот, ну, вот такое вот дело вот. Но сейчас у меня шашки на трое, так сказать, в этих ситуациях. Понятно, Ольга. Спасибо большое за эту историю. Спасибо, что позвонили. Я просто вспомнила совершенно тоже, ну, троекомическую, конечно, историю без такого, в общем, экстрима. Но у нас, когда мы едем на работу на метро, у нас, например, на станции метро Арбатск очень длинный эскалатор. Длинный-длинный. А летом люди, девушки любят очень носить длинные юбки. И вот у девушки юбку засасывает в эскалатор. А они обычно не так сильно привязаны к телу, там, резиночка какая-нибудь, ничего особенного, и юбка достаточно лёгкая. И вот ты в середине города Героя Масковой, фактически в центре, при большом стечении народа. А юбка уехала. Какой-то добрый молодой человек предложил той девушке рубашку, да, сняв рубашку и позволил ей как-то завернуться в неё. Но вообще, конечно, стресс серьёзный. Так. Хуже, когда последствия травмы реально мешают жить. После нападения в 98-м стал настолько фотогеничным, что несколько месяцев не мог сняться на паспорт вместо украденного. Ещё хуже, что травма дала отдалённые последствия. Появились стоматологические проблемы, хотя до этого никогда в жизни не было донтиста. При этой травме инфекция попала в дёсны, пишет Андрей. Да, вот это, кстати говоря, как раз случай с той девушкой, которая в результате автомобильной травмы лишилась... Ну, в смысле, она не знала, что она лишилась зуба. Но у неё как раз началось воспаление. Так, ну что у нас? У нас скоро перерыв. Одно единственное сообщение прочитаю. Так, я балда в хорошем смысле этого слова. В пушкинском, может быть, даже пишет нам балда из Казани. У нас все в хорошем смысле слова. Балда, я так и буду вас называть, очень хорошо. Я думаю, что это... будем считать, что это ваше имя. Кстати говоря, с отчеством, как оно гармонирует. Наш президент тоже появлялся за гримированными синяками. Спарринг-партнёры говорят. Ну, не побили ж его родственники, пишет НАТО. Хотя эта мысль тоже некоторых посещала. И, кстати, про мезотерапию тоже говорили тогда. Естественно, масса историй, когда никак это особенно не повредило. Потому что, действительно, мужчины шамы украшают. Чего уж там. Его даже и лысин, честно говоря, украшают. Я скажу вам по секрету, что выбритый на голову мужчина уже не кажется каким-то, не знаю, новобранцем. Или, не дай бог, уголовником. Кстати, их татуировки тоже перестали нести такую информацию. Даже если они на голове. Ну, в общем, во многих ситуациях это нормально. А вот когда хрупкая девушка, например, оказывается в таких вот стеснённых обстоятельствах в плане синяка под глазом или ещё чего-нибудь. Совсем другая история. Дима из Москвы пишет. Однажды сам шрамировал губу раскалённой железкой. Моей смазливой внешности это добавило Рока. Правда, сейчас я смотрю на фотографии заживающего шрама и понимаю, что, наверное, многие думали, что герпес. Вот-вот, Дима. Не надо перебарщивать, это называется. Потому что, когда что-то действительно романтическое, ну, даже падение с мотоцикла, это романтичнее, чем упасть, споткнувшись на пороге. Хотя бывают жуткие совершенно травмы. И как раз по асфальту проехаться в каких-то не очень плотных штанах это может быть очень-очень травматично. А бывают... Да, вот иногда просто как-то сама банальность произошедшего снижает всю прелесть. Так, совсем недавно сделала ринопластику. Исключительно из эстетических соображений. Чисто девичья забава. На четвёртый день уже вышла на работу с гипсом белым таким. Отлично выглядела на загоревшем теле. Фингалом под глазом и оплывшим лицом. Но мои замечательные коллеги стойко терпели рядом с собой такое вот создание. Были предупреждены заранее, спасибо им. А вот когда приходила вечерами возле наших питерских питейных заведений, сетевых магазинов с алкоголем, вечная толпа нашей интеллигенции, в кавычках, принимали за свою. Одна знакомая мне честно сказала, что по пятницам каждый второй, как я. Здорово. Если спрашивали полузнакомые люди, то отвечала, что с подружкой подралась. Смеялись. Метро пару раз место уступали. Синяк не замазывала. Гордилась им и носом новым. Ну что, прекрасная история из Петербурга. Правда, без имени, но она настолько подробная, что считайте, что мы про вас знаем теперь все. На чрезмерное внимание можно просто поздороваться, извиниться. Реакция тоже интересная. Да, я как раз размышляю о психологии тех, кто несет на себе следы какой-то бурной или несправедливой судьбы, и теми, кто реагирует. Ну, я, по-моему, уже рассказывала эту историю, наверное, не один раз, когда ничего страшного со мной не произошло, но я сделала маникюр, причем какой-то сложно сочиненный, и он еще долго не высыхал. Ну, потому что когда много слоев, там это все нарядно очень. А мне надо было спешно уезжать, и я выхожу из торгового центра, где все это происходило, и понимаю, что чтобы сесть в машину, мне надо открыть дверцу, здесь уже можно смазать ногти, мне нужно там, значит, вести двигатель, даже за руль, когда берешься, и то, в общем, все непросто. Короче, я начала делать пассы настолько чудные, чтобы дверцу открыть этими ногтями и все остальное, что мужчина в соседней машине, он просто с отвесшей челюстью замер и смотрел меня вообще просто, не сводя глаз. Я не знаю, что он подумал. Мне, кстати, интересно, что вы думаете в таких ситуациях. Но я сочла, что ему нужно объяснить. Я сказала, что я не больная, у меня маникюр. Он как-то вроде бы расслабился. Хотя, не знаю, может быть, он не в курсе был, что маникюр так серьезно влияет на женщину. Может быть, он думает, на мозг как-то влияет. А Вован из Саратова гордостью сообщает, что с мотоцикла падал очень много раз и ни одной царапины, а падал иногда серьезно. Вован, вам повезло. Пойдите как-то, я не знаю, прочитайте какую-нибудь молитву по этому поводу, потому что мотоцикл, сами знаете, штука такая. Так, авария, гематома на голове. Шесть дней скрывала шляпой, но стал опускаться, глаз заплыл. Пошли расспросы на то, конечно. Так, беседуют две собаки. Боксер и Шарпей. Боксер показывает шрам на передней правой ноге. Видишь, это я за хозяина. Двор от Велера, но я отбился и хозяина защитил. А вот на задней левой лапе ссадин ногами отбивался. Шарпей долго думает, потом стягивает кожу со спины к холке. И показывая на спину, отвечает. Видишь, а в меня даже стреляли. Ну, спасибо большое. История, в общем, очень показательная. Так, Волкинг. Вот. Хуже шрамов только новомодные сделанные губы. Это просто жесть так себя уродовать. Вот зачем? О чем эти девушки думают, когда такое с собой делают? Вот буквально вчера мы с мужем обсуждали эту тему. Не знаю. Хотя, может быть, нам кажется, что это надутые губы. Может быть, пчелы накусали. Мало ли, всякое случается. Это мы так оцениваем, что вот у нее там то и это. А может, человек болеет, в конце концов. А мы все, что видим, принимаем непременно за силикон. Пришла на работу с фингалом у виска. Сама наткнулась на угол стола. Начальница отправила домой на пару дней, потому что мы работаем в пиаре. Никто не поймет. Вот, Татьяна пишет из Москвы. Тот самый случай. Владимир Иванович из Калининграда пишет. Спрашивает, как поступить. В центр города. Навстречу идут две молодые женщины. У одной из них юбка как-то странно выглядела. Когда мы разминулись, оказалось, что задняя часть юбки отправлена в трусики. Хотелось одернуть, но сдержался. Вот, Владимир Иванович. Вот это самая страшная штука. Вообще, я так полагаю, что можно, ну, я не знаю, подойти либо к девушке, либо к подруге и тихо-тихо сказать. Ну, вот как-то так, особо не привлекая внимания. Она, конечно, вспыхнет там, я не знаю, может испугаться. Но, тем не менее, это будет лучше. Есть другая история, которая знакома, по-моему, всем женщинам, которые еще застали, особенно, времена не очень качественных колготок. Когда идешь по улице, зная, что колготки порваны, каждый второй человек хочет тебе об этом сообщить. А сделать ничего нельзя, потому что тебе нужно дойти хоть до какой-то точки, где ты сможешь там либо купить другие, либо снять, наконец, уже эти проклятые. Это да. Я однажды зимой встретила, ну, так просто медленно шли все друг за другом, поэтому обратила внимание. Передо мной шла женщина в таких ботильонах, в шубе и с голыми ногами. То есть, абсолютно голыми. Я подумала, что вот, может быть, это тот самый случай, когда колготки порвались, и невозможно уже говорить «да, я знаю». Так, забывчивость надеть юбку – это про меня. Однажды зимой заметила ее отсутствие только в электричке. Хорошо, свитер был длинный. Не стала возвращаться, ехала в магазин, там же не раздеваются, пишет Надежда. Да, это здорово. Удачное стечение обстоятельств. Так, в школе был участником драм-кружка, гримерка и актовый зал были на разных этажах. Надо было видеть лица учителей, когда мы при всем параде дефилировали сквозь толпу на перемене. Иллюминат с котом, пишет. Слушайте, я потеряла сообщение. А, вот, нашла. Елена пишет. На вечере в школе, 63-й год, танцуя с молодым человеком, почувствовала, что расстегнулась нижняя крахмальная юбка и сползает по ногам. Я в ужасе, такой позор. Но мой кавалер не растерялся, подхватил ее с полу и элегантно перекинув через руку, вышел из зала. Встретились у туалета, никто не заметил. Елена, у вас был потрясающий партнер. Это просто вот таких людей, я считаю, надо заносить специальную книжечку. Кстати, туда же нужно заносить мужчин, которые прогуливаясь, неважно с какой степени близости, с подругой, там, я не знаю, с сестрой или кем-то еще. И увидев издали, что идет женщина в таком же платье, заслонит ее телом. Я считаю, что вот это, таких людей надо ценить. Так, в детстве я сломал переносицу, упав с велосипеда. И вид был соответственный, и дышать нормально не мог. Потом в молодости получил в драке удар по носу. Да так удачно, что все стало на место. Теперь и вид, как у Микеланджеловского Давида, и дыхание, как у младенца. Юрий, вы просто очень везучий человек. Потому что переломы носа – это такая штука. Да, иногда бывает, что удачно. Но, видимо, только вам повезло. 363-365-9. Ваши истории из жизни. Как выходили из ситуации? Что отвечали? Может быть, придумали какой-то гениально остроумный ответ, который снимал все подозрения в вашей асоциальности или еще чем-нибудь. 363-365-9. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Выключайте приемник, вы уже в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Павел. Павел. Я вам могу рассказать четыре истории интересные. Где были в этот момент и какие советы давал я им. Но один не раскрою секрет. Подождите, Павел, это с вами были истории? Ну, да, со мной. Так, вы давали советы другим людям? Да, да, да. Ну, давайте хотя бы одну. Мы сейчас узнаем, какой вы советчик. Очень нормальный. Это было где-то год, 70-й год. Тогда, вы знаете, еще не было психотерапевта. Ну, был невропатолог. Так. И я молодой врач военный. Ну, гарнизон, вы сами знаете, что такое раньше гарнизон был. Это все там. От срочников и кончая высокими чинами. И приходит женщина. Приходит и говорит, что мне делать. Вот у меня синичища. Вчера там мыло полы или что. Я говорю, да мне без разницы. В чем вопрос? А она говорит, что мне сказать. Я говорю, а что вы боитесь? Нет, ну вот неудобно. Я говорю, ну вы сидите в секретной части. Ну, пришел к вам, спросит. Откуда синич? Да муж побил. И все. И больше к вам никто не будет приставать. Вам только будут сочувствовать. И вот приходит начальник штаба. О, Маргарита, это ты что? Так говорит, вы все козлы одинаковые. Вот и сбил меня, вот и сия. И все сочувствовали, отпустили домой. Понимаете, у нас ментальность такая. Я вот за границей был. Там никто не обращает внимания. Вот скажем. Что ты синяком, в штанах, без штану. И вот еще один момент был. Молодая девчонка, ну, медсестра, приехала и замуж выходить. Ну, там мужчина не православной веры, а мусульман. У них вот эти вопросы, брачные, очень серьезные. Вот она пришла ко мне. Ну, она знала, что я занимаюсь психотерапией. Но говорит, как бы мне помочь. Я выслушал ее, выслушал. Но есть два варианта. Первый такой-то вариант. Второй такой. Первый сказать, что, ну, я знаю статистику, что на одну тысячу бывает. Первый брак наносит без следу. Понимаете? Я говорю, можешь так сказать. Да нет, да он такой. Я говорю, ну, второй вариант я тебе скажу. Я ей сказал второй вариант. Ну, прошло там месяц, я не помню сколько. Приходит, там ящик коньяка. Там солдаты приносят. Я говорю, кто принес? Не знаю, какая это женщина. Я думаю, ну, кто это мог принес? А потом, когда вот она забеременела, вот, пришла на консультацию, говорит, ну, как был коньяк абхазский? Я говорю, да это вы мне принесли. Я говорю, я догадывался. Так что вот в жизни... А вот... Хорошие советы, Павел. Спасибо вам большое. Простите, Бога, ради этого. Сейчас скажу о немцах. Вот когда мы играли в варьбол с немцами, да? Угу. Ну, и там душевая такая. Ну, наши парни там... Два солдата были, они кандидаты в мастера. А мы обычные ребята. А немцы все спортивные люди. Угу. Ну вот, оборвался звонок. Вот, честное слово, пальцем не тронуло. Чем дело кончилось с немцами? Ну, я надеюсь, Павел, вы там хотя бы напишите. Так, слушайте, пришло такое количество смс-ок. Я прям, не знаю, мне глаза разбегаются. Лариса из Пятигорска пишет. В 50-х годах дамы носили шелковые панталоны. Моя бабушка, великая модница, гуляла с подругами по бульвару. Народа толпа. И вдруг в ее шелковых панталончиках лопается резинка. И панталоны на тротуаре. Бабушка, как истинная леди, переступила через них и продолжила путь. Спутники были в шоке. Мне кажется, они должны были ее больше зауважать. Это же понятно. Это просто единственный возможный способ себя вести. Так, больше всего травм по моему собственному наблюдению. Пишет Антон. Получаем в детстве, лет с 10 до 15. Сам беспокойный возраст. Чего только со мной тогда не происходило. И палка, выполняющая роль ружья под глазом царапину оставила. И стекло из дедушкиного шкафа упало. И руку до вен порезала. Шрамик остался. Антон, это правда. Основная масса серьезных моих шрамов, она тоже родом из этого приблизительного возраста. Падение с велосипедов, разбитое окно в пионерском лагере и всякие другие интересные вещи. Стас Бутильцев пишет. Была история в жизни. Учителю ОБЖ кто-то приклеил на штаны сзади наклейку с розовым сердечком. В итоге он с ней ходил целую неделю. Вы знаете, Стас, здесь не смешно вот что. Это был очень одинокий человек. Не было у него достаточно близкого человека, который бы заметил такую деталь. Кстати, я помню, садилась в трамвай. Опять же, видишь, только спины. У женщины прямо на спине наклеена цена 50 рублей. Но другая добрая женщина похлопала ее по плечу и сняла эту наклейку. Кстати говоря, люди, которые от поликлиники до метро идут в бахилах, вот этих вот нарядных синих, они тоже не сразу замечают. Но обычно все-таки кто-то крикнет вслед. Спасибо вам, добрые люди, что вы это говорите. Насчет губ. У меня есть одна знакомая, очень небедная, вот с такими утиными губами. Как-то общался с ней на эту тему. Насколько я понял, для нее ценность именно в том, что это выглядит дорого, так как она заплатила за это кучу денег в немецкой клинике. При этом, по ее мнению, цены только именно дорого сделанные губы. Те, за которые заплатили немного, она считает не очень. Выглядит это все, конечно, хоть и за много денег, совсем не привлекательно. Ну что ж, соглашусь, да, немногим нравится. Ну, дорого-богато, это ж мы любим. Те, шесть, три, шесть, пять, девять. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, откуда вы? В Москве. Так, рассказывайте, с вами была история? Да, конечно, со мной. Значит, ситуация, на самом деле, достаточно комичная. Знаете, пиятки применяются для снятия давления. Да, да, герудотерапия, знаю, знаю. Да, 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 вот. Их закрепляют за ушами. И синяки там остаются. Что? И синяки там остаются. Ну, синяки там, ладно, без разницы. Просто после того, как ты к человеку съездил, который тебе эти пиятки поставил, вот, надо же ехать домой. Да. Да, да, вот. Вот, значит, человек, который ставил мне эти пиятки, он на Ярославском шоссе, там где-то дом 142, что-то такое, ну, в общем, далеко. Вот. То есть от него, на самом деле, еще на автобусе до ВДНХ добираться. А я живу в солнце. Ничего так. Ну, да. А, значит, соответственно, для того, чтобы вот тут все раны не кровили, применяются женские прокладки. И вы, значит, прокладками за ушами едете через весь город, я правильно понимаю? Совершенно верно. Вообще замечательное удовольствие. Вот. Главное, не обращать внимание на окружающих. Вот. То есть вы, в случае чего, надо отвечать, я неудачно побрился. Ну, как бы так вот, да. То есть вот, вон, да. Понимаю, Алексей. Каждому объяснять про пиявок, это, конечно, с ума сойдешь. Вот. Ну, вот такой вот шатый такой. Понимаю. Ну, пиявки-то помогли вам в роли покемона? Не зря ездили? Не, не, нормально, нормально все. Ну, хорошо. Спасибо. А то мне тоже врач советовала, герудотерапевт предлагала приходить. Только она сказала, что лучше приходить, только приходить надо осенью, сказала она мне. Но я сначала как-то не отфильтровала, в связи с чем это. Но именно с тем, что кровотечение, синяки, и это, конечно, требует побольше одежды, чем летом мы обычно носим. Так. Из больницы один раз вышел в бахилах. Если бы не сказали, так бы до дома и дошел. Руприх, зато тепло. Так. Флора пишет. Содрала жировик на голове, обмотала голову бинтом, поехала к врачу. На остановке увидела бомжа тоже с бинтом на голове. Он встал со скамейки и сказал, мы с вами одинаково небрежные. Хохотала так, что боль прошла. Слушайте, какая просто... Флора, вы, мне кажется, пишете какие-то прям романы. Вот я не в смысле, я не верю вам, а в том смысле, что это очень литературно получается. С колготками вышло так. Надела их потом джинсы и пошла. А в джинсах были уже снятые колготки. Вот они и тащились за мной на удивление всем. Наталья, какая прелесть, господи. Ну, кстати, не первый случай мне рассказывают. Действительно, такое случалось, особенно в юности. Была совершенно драматичная история, но она никак не связана была с собственной одеждой. Собаки иногда едят крупное то, что они находят, в том числе носочек внезапно подобранный, где-то скомканный, носовой платочек. Ну, вот что-нибудь такое. И одна девушка гуляла со своей собакой, с молодым человеком, еще в школе учась, и вдруг пелся. А собаки любят, они на горочку, вот особенно зимой, куда-нибудь повыше забраться и там, значит, в позе орла присесть. И вот она говорит, я сижу и вижу, что собачка-то какает моим голубым гольфиком. И стало так неловко, особенно то, что присутствует при этом ее потенциальный молодой человек. Ну, как-то вроде бы обошлось. Так, однажды поскользнулась и упала, порвала верхнюю губу, увезли на скорой, зашили, пару недель ходила в маске, лицо опухлое и было синее. Юля, я понимаю, но сейчас вот как-то к маскам стали относиться более спокойно. Есть вот в любое время года, в метро можно встретить людей в масках, там, где-то в общественных местах, даже где-то за стойкой или там за кассой. Сейчас это уже перестало вызывать какие-то большие вопросы. Мне кажется, это, кстати, очень позитивный опыт. И в случае гриппа, и в случае каких-то таких вот вещей, которые не хочется показывать. Так, вот, Руприхт, правильно, вот вы мне напомнили. В истории Павла, который описывал, что нужно сказать женщине, чтобы ей все сочувствовали, как раз история о том, что мужа оклеветали. Руприхт пишет, я не совсем понял, мужа, значит, оклеветали? Вот-вот. А я еще подумала, если часть закрытое сообщество, то, значит, кто был муж, знали все. И так нормально, все считали, что он ее бьет. Но, видимо, это было нормально и характеризовало мужа тоже неплохо. Ну, то есть ей сочувствовали и послали домой. Туда же, где она, значит, этот синяк получила. Все-таки есть, есть пейзажи русской души очень таинственные. Мама, споткнувшись, а руки, как обычно, все в сумках, проехала с лицом по асфальту. Наутро было что-то страшное, оба глаза заплыли в багровых отеках. Врач в травмпункте, выслушав, сказал спокойно. А на самом деле что произошло, пишет Екатерина? Вот вы понимаете, Екатерина, наверное, это действительно. Может быть, сейчас уже не до такой степени, тем более, когда обсуждается домашнее насилие, насколько оно криминально или нет. Но, наверное, да, проще сказать, что побили. Ужасно. Так, Аня пишет, звонила. Так, хотела рассказать историю походного синяка, в котором была виновата пила. Я надеюсь, не рыба пила. Так, 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 так. Так, моего друга в детстве в лоб ужалил шмель. Глаза, как у японца были, и лицо красное. Да, это то, что наш гример называет «утро китайского пчеловода». Это вот то, что гримом очень плохо убирается. Так, про бахилы вспомнил смешную историю. Троюродная сестра из провинции рассказала. Ее подруга впервые оказалась в областной больнице навестить близкого. А там, как водится гардеробщица, ей говорят, бахилы не забудьте. Махнув в сторону двух пластиковых ведер с чистными и грязными. Подруга подошла к ведрам. Встала в них и пошла. Дима, браво. Это прекрасно. Так, так, так. До сих пор помню, как сильно разбил себе коленку на горке в четыре года где-то. Шрам остался на всю жизнь, пишет Денис. Левел ужасно. Слушайте, кто из нас на самом деле не левел? Это коленки. Вообще, у меня такое было ощущение, что где-то, может быть, от трех до пяти лет они вообще не заживают. Просто вот все время как-то вот коленки подстерегает какая-то опасность. И думаешь, ну все. Потом на всю жизнь останется уже просто какая-то ужасная драма. Но ничего, как-то заживает. Мария, давно мучаюсь вопросом, в каком детском хоре вы пели? Заядлая хористка-пенсионерка. Мария, я пела просто в тех хорах, которые были в тех детских учреждениях, куда меня сдавали. В пионерском лагере был хор, в школе там какой-то был тоже ансамбль чего-то. Но в настоящем хоре я не пела, бог с вами, нет, не до такой степени. Просто хватали каждый раз за фалду и говорят, а ты у нас сейчас будешь исполнять. Ну, я и исполняла. Так, боже мой, осталось минуту до конца. Столько всего прекрасного вы еще написали. Мне кажется, придется читать и дальше. Тут была еще хорошая шутка, что про Трамп мы поговорили, надо переходить к Трампу. Нет, к Трампу мы не перейдем. Не в этой передаче. А в любом случае, спасибо вам огромное за ваши замечательные истории. Мне кажется, что это был просто клуб веселых и находчивых. Потому что, да, про Трампа, про Дональда нашего, вам расскажут буквально через несколько секунд. Яков Широков уже пришел в студию. У него обязательно есть пара слов про этого прекрасного человека. Ну вот, а наш клуб веселых и находчивых закрывается на время, но на следующей неделе мы придумаем какую-нибудь еще более зажигательную тематику и тоже обсудим случаи из нашей жизни. Всем спасибо, всего доброго.